Это произошло в 2016 году, и я в принципе не особо разбираюсь в правилах вольной борьбы, но эта сага просто восхитительна. В общем, я посмотрел это видео и был просто в шоке, что они творили. В общем, счет 4-6. Давайте посмотрим, что было дальше. Представитель Монголии пытался всеми возможными и невозможными путями взять баллы, и ему это удалось. Как вы видите, тренера очень обрадовались, и судьи сейчас посмотрят на повтор и дадут ему 2 балла. Сейчас они пересматривают, и, пожалуйста, судья берет табличку, 2 балла. А потом ему дают еще один балл, и счет становится 7-6 в пользу Монголии. После чего узбекский тренер выходит со всеми возмущениями, и ему дают желтую карточку. Затем они снова борются, а на часах-то уже 18 секунд. Итак, монгольский борец пытается избежать борьбы, и это ему удается, и начинает ликовать раньше времени, празднуя победу. А другой борец, естественно, возмущается. Давай бороться. Как я возьму баллы, если он убегает? Естественно, ты должен быть активным и пытаться бороться. Вот просто посмотрите на его лицо, как он рад тому, что он победил, то, что он поедет домой с медалью золотой. Естественно, эмоции накрыли парня, его тренеров. Все они плачут, радуются, ликуют. А узбекский борец, естественно, не рад этому, и хочет справедливости. А в то же самое время на судейском столе происходят интриги. Они хотят отдать один балл узбекскому борцу за то, что он был более активным. И мы видим, что монгольский борец указывает, «Эй, посмотрите тренера, посмотрите на табло». И это означает, что узбекский борец выигрывает. Да, он, естественно, радуется. А он сидит на мате, и ему не верится. Тренер в Узбекистане бросает своего подопечного на мат и радуется. Естественно, проделали такую работу, и теперь вся страна будет им гордиться. Просто сумасшедший конец. А этот тренер выходит на мат, бросает какую-то куклу и спрашивает, «Какого черта? Зачем бы вы ему дали балл?» В знак смирения узбекский борец совершает земной поклон, а монгольский тренер и его борец просто плачут. И затем он решает медленно скатиться с матом. Огорчившись, он решает посмотреть на судей и начинает просить, «Вот зачем?» Скажем, «За-чем?» Теперь подходят тренера и такие, «Нет, нет, 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 нет!» Да, что поделать, но тут они не успокаиваются, и один из них начинает снимать с себя одежду. Бросает один ботинок. Потом второй, второй улетает к судьям. Он такой, «Ай, Гарит, я получил его, все нормально!» Так, всем без разницы, ну ладно. И тренер такой, «Это Спарта! Спарта!» Второй тренер начинает его успокаивать, но ему не до этого. Толпа была просто обескуражена. Я, честно говоря, думал, что этот тренер, второй, был адекватный, но потом случилось кое-что. «На, раз!» Потом вторую футболочку. «Два!» «Ботиночки!» «Три!» Борцы тем временем пожали друг другу руки, были очень любезны. А потом такие, «Что мои тренера там творят?» Ну а тренера, конечно, решили пойти до конца. «Ладно, пойду-ка я отсюда по-хорошему». «Нет!» 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 «Возьми мои вещи». «Нет, мы не можем взять эти вещи. Лучше наденьте их на себя». «Нет!» «Нет!» «Берет в руки телефон и просто не знает, куда это все деть». «Нет!» 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 «В общем, эти монгольские тренера были дисквалифицированы на три года». Просто представьте ситуацию, когда минуту назад вы плакали от счастья, и ровно через минуту происходит совсем обратное. Монгольский борец проявил себя очень великодушно, подошел, обнял соперника, и после того, как судья попросил его встать с левой стороны, он отказался. «Я доволен соперником, но я не доволен судейством». «Узбекский борец рад победе, к нему подходит его тренер, обнимает его, и затем случается что-то непонятное. Вот откуда взялся этот башмак?» «Так, ладно, давайте посмотрим на последние эмоции. Но все-таки мне интересно, откуда взялся этот башмак?» «Вот, видите?» «Он прилетел с левой стороны». «Вот еще раз, пожалуйста». «Непонятно вообще, откуда он прилетел?» «Видать, его бросил какой-то тренер». «Да, интересно. Ну ладно. Встретимся в следующем видео. До свидания».